Сегодня важное видео, которое вы давно ждали. Покажем на настоящем объекте, как правильно монтировать керамический дымоход Шигель. Здравствуйте, меня зовут Александр Гребенец, я основатель компании Art Sound. Мы занимаемся уже 13 лет премиальной отделкой бань, саунд, хамамов, соляных комнат для личного и коммерческого использования. Сегодня важное видео, которое вы давно ждали. В нем мы подробно расскажем, а самое главное, покажем на настоящем объекте, как правильно монтировать керамический дымоход Шигель, какие ошибки допускаются при монтаже, а самое главное, получите советы, если вы захотите смонтировать данный дымоход своими руками. С вас лайк и подписка, с меня интересный контент. Поехали! Дорогие друзья, чтобы видео было достаточно объективным, мы пригласили на объект наших друзей из компании Дымовой. Это эксперты в этой области, которые уже более 20 лет занимаются дымоходами на этом рынке. С нами сегодня Юрий, это инженер компании Дымовой, и он сегодня поможет разобрать нам все детали и рассказать все нюансы. Приветствую, Юрий. Всем привет, друзья. Здравствуй, Александр. У нас на объекте дымоход Шигель Юни, керамический дымоход, и все наше видео будет на его примере. Юр, ну, с самого начала все-таки давай начнем. Это диаметр дымохода, они разные. Вот как, с чего начать, чтобы подобрать диаметр дымохода? Хороший вопрос. Сечение, как правило, сейчас у нас есть 130-й диаметр, поэтому производитель... Банной печи, да. Производитель рекомендует не менее 140-го, 160-го диаметра. То есть для твердотопливных печей? Да, для использования именно горения твердых продуктов. В данном случае у нас 160 миллиметров диаметра дымохода керамического. Следующий момент очень важный. При использовании уже существующего дымохода, который мы подключили к печи, знать меру в топке, как говорится, не разжигать его максимально, именно печь, и держать температуру необходимую для удобного использования парной. То есть она не должна быть 120 градусов. 140, да. 140, да. Так как некоторые хотят максимально быстро нагреть помещение для того, чтобы быстро попариться. То есть инструкции эти должны неукоснительно соблюдаться. От этого будет зависеть работа дымохода качественно и долговечность. Юр, по поводу монтажа дымохода. Мы-то знаем с тобой, что он монтируется непосредственно на пол, и дымоход тяжелый достаточно. Что нужно учесть для того, чтобы подготовить под него основание? И для чего это нужно делать? С чего оно должно состоять? Какие нагрузки выдерживать? Непосредственно нужно учесть, что дымоход нужно ставить на жесткое основание. То есть это должен быть бетон. Он может быть как отдельно залитый, так и в общем контексте здания. То есть фундамент непосредственно либо под печь с дымоходом, либо плита бетонная. Да. И естественно он не должен быть меньше 200 мм, так как нагрузка на него очень большая. Дымоход тяжелый и сама печь полностью в комплекте, она тоже занимает большой вес. А если свайный, например, фундамент, то непосредственно надо под дымоход сваю устанавливать? Если свайный фундамент, нужно учитывать следующее. Раскрепление нагрузки по сваям. То есть это происходит методом укладки листа и на него уже непосредственно монтируется фундамент. И подиум под дымоход и под печь тоже необходим? Подиум нам необходим для того, чтобы установить и печь, и дымоход на этот подиум, который позволит нам качественную работу печи. На каком расстоянии от основного пола? Это 5-7 см от основного пола парной. Юрий, из каких этапов состоит монтаж дымохода? Монтаж любого дымохода состоит из нескольких этапов. Первое, это, конечно, замер. Второе, это подготовительный этап самого дымохода. И третье, непосредственно, это уже его монтаж. Хорошо, тогда давай с самого начала. Какие материалы нам понадобятся для монтажа Шидель Юнио? Для монтажа данного дымохода нам в первую очередь понадобится сам дымоход. Это полная его комплектность. Материалы для монтажа блоков дымохода. Это смесь либо самого производителя, либо любая, которая продается у нас на рынках. И непосредственно герметизирующие материалы, которые необходимы уже при монтаже самой гильзы дымохода. Смесь какая? Пескобетон? Смесь это может быть пескобетон, это может быть штукатурная смесь, которая пластична, с которой удобно работать. Как правило, это, например, МКУ. Окей. Арматура? Армирующие материалы, которые нужны для этого, это либо в комплекте непосредственно с дымоходом, либо арматура, которая используется для закладки штольни дымохода. Также для монтажа дымохода необходимы изолирующие материалы. Предусмотреть их наличие, они нам понадобятся для прохода межэтажного перекрытия и кровельного прохода. Самое важное, на мой взгляд, пожаробезопасность. Потому как крыша – это узел очень серьезный, и нужно предусмотреть все необходимые пожаробезопасные мероприятия для того, чтобы избежать дальнейшим проблем. Изоляционные материалы какие мы используем? В данном случае сейчас на рынке очень распространены материалы, которые хорошо себя зарекомендовали. Это кальциум-силикат, в простонародье, суперизол, суперсил, базальтовая вата, минирит, любые всевозможные, опять же, огнеупорные материалы. В данном случае мы будем использовать суперизол, силикат кальциум. Совершенно верно, да. Это 3 см толщиной, из него мы делаем пожаробезопасный короб, правильно? Да, совершенно верно. Юр, слушай, вот Шидель, производитель, допускает монтаж дымохода своего керамического без использования дополнительных каких-то изолирующих материалов. То есть написано, что стоит сделать зазоры по 10 см со всех сторон, и суперизол не нужен. Что ты скажешь на это? На практике скажу следующее, учитывая безопасность повышенную и перестраховку в данном вопросе, так как мы работаем все-таки с огнем и с большой температурой, лишним использования изолирующего материала, в данном случае как суперизола, не будет. То есть это не минус, а даже плюс. А это дополнение, так как, скажу следующее, суперизол, он гасит температуру 1 к 7, соответственно, это, если посчитать нехитрым способом, 200 градусов с одной стороны даст вам 30, с другой. Слушай, абсолютно согласен, мы тоже всегда используем противопожарные материалы для при прохождении потолков и кровли, поэтому солидарен в этом вопросе. Какие основные расстояния нужно помнить и соблюдать непосредственно в противопожарных нормах? Ну, как мы уже говорили, при монтаже дымохода Шидель Уни в межэтажном перекрытии необходимо соблюдать расстояние 10 см, то есть 100 мм. Но практика показывает, если это будет больше, это только лучше, потому как воздушная прослойка, либо прослойка, которая занята изолирующими материалами, она работает только нам в плюс. Поэтому дерево изолируется несколькими этапами. Непосредственно на дерево у нас укладывается материал суперсил, это нетканный материал белого цвета, в простонародье называют еще одеяло. Потом крепится каркас непосредственно из суперизола, это 3 см. То есть в эти 10 см мы закладываем суперизол, суперсил? Да, и непосредственно остаточное расстояние, которое у нас между блоком находится и суперизолом, оно заполняется базальтовой ватой. Каменной ватой, которая не горючая до 600 градусов. Которая продается в специализированных магазинах и не путать ее с рокулом, который люди иногда очень много покупают и пользуются им. То есть закладывают вместо этой ваше? Совершенно верно, да. И тогда просто это все проседает и высыпается, потому как температура самого блока она тоже есть, несмотря на то, что в нем есть вентиляционные каналы. Надо учить следующее, банная печь это повышенный источник температуры, то есть его нельзя сравнивать никак с работой камина, либо там печи обычной декоративной. Значит мы прошли потолочный узел самой парной, дальше у нас кровля. У кровли есть свой пирог, да, там пароизоляция, гидроизоляция. Вот как правильно проходить этот пирог, как правильно разрезать там пароизоляцию? Расскажи подробнее. Понял твой вопрос. Ну прежде всего нужно учесть расстояние, оно точно так же у нас должно быть не меньше 10 сантиметров от блока до примыкающих, легко воспламеняющихся конструкций. Соответственно нам нужно в форме конверта разрезать либо пароизоляцию, если это в низнем части кровли, если верхняя часть кровли это гидроизоляция. То есть вот так, да? Совершенно верно, крест-накрест, да, лепестки у нас получаются. И эти лепестки, они заворачиваются один на другой и проклеиваются скотчем дельта, есть специальный такой. Чтобы избежать и конденсатора, и чтобы не намокала наша конструкция из суперизола, да? Да, совершенно верно. И это нам дает возможность ограничить доступ как в обратную сторону температуры, точно так же герметично создать условия для правильной работы кровельной изоляции. Дальше мы проходим на крышу. У нас там, допустим, металлочерепица. Как правильно работать с металлочерепицей и как избежать ошибок, если они есть? Ну, в первую очередь, опять же, мы создаем зазор между металлочерепицей и блоком. Важно здесь учесть правильно сделать примыкание изоляционного слоя, который у нас одной частью крепится к дымоходу, второй, соответственно, на кроблю. Это правильно я понимаю разговор про планку примыкания? Совершенно верно. О, отлично. Значит, вырезаем. Чем вырезается металлочерепица? Металлочерепица вырезается это либо ножницы, либо специальный инструмент, который крепится на дрель, либо обычный лобзик с полотном по металлу. Как только мы вышли на кровлю, там мы используем планку примыкания и ленту примыкания. Совершенно верно, да. Это нам позволяет сделать следующее. Так как у нас кровельные элементы, они состоят зачастую из дерева, они живут своей жизнью. Они могут двигаться. И также дымоход при нагреве, он может расширяться и подниматься вверх, соответственно. Это нам дает возможность при использовании примыкающей планки не нарушить гельмертизацию. То есть, она нам создает пластичность и в то же время гидроизоляцию. То есть, лента примыкания, мы ее оставляем немножко с запасом, как бы гармошку некую делаем. Совершенно верно, да. Мы натягу для нее не делаем. Которая может двигаться вместе с дымоходом, быть независимой от конструкции самого здания. Точно. И как раз это расстояние, оно нам позволяет сделать игру самой лентой, то есть, она движется. Юр, давайте поговорим про армированные стержни, которые идут либо в комплекте, которые нужно дозаказывать у Шиделя, докупать. Либо можно их купить у стороннего производителя. Нужны ли они, надо ли их использовать и какова важность их использования? Использовать их нужно и важно, но учитывать надо следующий момент. Если у нас дымоход имеет высоту не более 5 метров, то использовать эти стержни обязательно выше кровли. Это необходимо для следующего. Нужно создать жесткость дымоходу, самому блоку. И ветровая, снеговая нагрузка, которая будет у него на кровле, будет гаситься таким образом монолитом самого соединения. Между блоками и арматурой, которая у нас появится в блоке, залитая также смесью. Ну, это какой-то жидкий пескобетон, да? Да, это пескобетон, который разводится до текучего состояния и проливается в отверстия, в которых уже находится арматура. Теперь поговорим про облицовку дымохода. Вот мы в данном случае облицовывали тальком и гнезитом. Какие материалы можно использовать для облицовки дымохода? Какие, может быть, есть ошибки при облицовке? Там, не знаю, клей какой-то нужно особенно использовать? Использовать материалы, опять же, нужно специализированные. Во-первых, это термостойкий клей. В данном случае фиксатор подойдёт, так как его температурная нагрузка 70-90 градусов. Это нам позволяет использовать его для облицовки дымохода. В данном случае тальком и гнезитом. А про юбку на потолке? Юбка на потолке? Непосредственно деревом к дымоходу можно подходить или нежелательно? Нет, во-первых, у нас там есть зазор 10 см. И нужно его закрыть, задекорировать. И в то же время он нам даст возможность правильно примкнуть к деревянным конструкциям. В данном случае здесь мы используем такой материал, как минирит. Он тоже негорючий. И на него уже клеим плитку? Да, особенно в горизонтальном положении, которое будет на потолке. Это некий такой сложный момент. Но для этого тоже есть специальный материал. Это герметик термостойкий. А если использовать струбцин и тот же фиксатор? В данном случае мы на фиксатор клеили эту плитку. Она там за сутки высохнет и тоже не отвалится. Можно, можно также использовать и клей-фиксатор. Юр, у нас в проекте используется так называемый комплект-финал, который идет у Шиделя, готовый блоки, декорированный под кирпич, под красный. Правильно ли, что его нужно монтировать на одну треть под кровлей, и потом он уже выходит наружу. Правильно ты сказал, Александр. Выходить нужно из-под кровли. Это нужно для чего? Кровля у нас имеет уклон. И, соответственно, примыкание нам нужно делать уже к однородному составу дымохода. В данном случае это кирпичная кладка. Ну, декоративная. Имитация декоративная. И поэтому на выходе из кровли она должна быть идентичной. То есть мы не можем начать частично это все в кровле. То есть опуститься нужно ниже прохода. Совершенно верно. Ниже прохода, ниже начала прохода кровельного пирога. И на какой высоте от кровли нужно выпускать дымоход? Соответственно, есть таблица, ее можно найти в интернете. Если мы находимся в непосредственной близости от конька здания, то дымоход должен выходить не менее полуметра от конька. Если мы находимся на удалении от полутора до двух с половиной метров, то, соответственно, мы должны быть на уровне конька. И, соответственно, если это расстояние у нас дальше, то есть два с половиной и больше метров, соответственно, допускается уклон 12-10 градусов ниже конька. А теперь по аналогам, что можно использовать помимо финального комплекта? Можно использовать обычные блоки, которые мы монтируем при монтаже дымохода. И их, соответственно, тоже можно декорировать, можно облицовывать и плиткой, и можно на них надеть кожух металлический. Но, соответственно, у него, опять же, должно быть примыкание с кровлей. И он не должен стоять на кровле. Потому как у нас кровля живет своей жизнью, дымоход стоит на фундаменте, на котором он изначально установлен в помещении. А на что крепится короб металлический? Металлический короб имеет принцип телескопа. То есть одна часть может все-таки крепиться на кровлю, а вторая крепится непосредственно на основании дымохода, его завершения. То есть на планку, опять же, определенную. Да. Нижняя часть этого декоративного короба ставится на планку, а верхняя часть одевается по принципу телескопа внахлёст и крепится уже непосредственно сверху на дымоход. Также там есть укрывная плита, которая позволяет нам закрыть наш дымоход от попадания влаги, снега. И сверху, естественно, монтируется еще и так называемый дымник на родине Наполеона. Юрий, ну и последний вопрос на сегодня. Думаю, мы очень обширно все обсудили, рассказали, затронули все нюансы при монтаже дымохода. И есть еще один вопрос. Это соединение с печью дымоход керамические, а печь стальная, в данном случае печь Туликиви. И вот момент соединения стального дымохода с керамикой как осуществить лучше? Для этого как раз у производителя Шидель есть переходник с керамического дымохода на металлический. Он называется ТФ-1000. Внутри этого переходника находится изоляционный шнур, который позволяет нам плотно, но в то же время герметично одеть это на керамику, этот переходник. И он нам создает необходимые условия для работы. Опять же, металл у нас нагревается, керамика нагревается, но шнур у нас служит демпфером, и он гасит эти расширения. То есть стальной дымоход внутри может расширяться, печной шнур у нас создает герметичность, но в то же время не позволяет давить на керамику. Да, это одно. И особое условие этого переходника ТФ-1000, он одевается сверху на керамический дымоход. Таким образом металл у нас находится снаружи, а керамика внутри этого переходника. И между ними, соответственно, шнур. По сути, если мы не будем использовать ТФ-1000, а сразу вставлять стальную трубу в тройник, в керамический, и также делать изоляцию печным шнуром, потому что диаметр стального дымохода и тройника... Не всегда, соответственно. Да, то тоже ничего страшного. Как же будет работать и служить? Это будет служить, но обязательно нужно учесть герметичность этого соединения. Поэтому можно использовать и шнур, можно использовать и тот же материал суперсил, который мы уже упоминали ранее. Все, Юра, спасибо тебе большое за ответы на вопросы, за, так сказать, шеф-монтаж. Ребята, если вам понравилось данное видео или данный формат видеороликов, обязательно пишите в комментариях свои вопросы, пожелания к следующим роликам. А также задавайте вопросы к ребятам из компании Домовой, ссылки на них мы обязательно оставим в описании под роликом. Ну, а с вами был Юрий Трубачев, Александр Гребенец. Крепкого вам здоровья, пока!